Джазовый фестиваль уже в 15-й раз собрал во Владивостоке мировых звезд музыки. В этом году участниками стали исполнители из США, Японии, Германии, Кореи, Польши и России. Со всемирно известными музыкантами выступили и приморские группы, среди которых команда Sugar Crystal. Музыкантов объединяет как любовь к Neo Soul, хип-хоп и экспериментальной электроники, так и огромный интерес к практике групповой импровизации и музыкальному диалогу. Это программа «Время говорить». Меня зовут Анна Бережная. И на студии сегодня Александр Фролов, лидер группы Sugar Crystal. Александр, здравствуйте. Добрый день. Александр, хочу, конечно, для начала попросить вас поделиться впечатлением от джазового фестиваля во Владивостоке. Ну, я уже посещаю восьмой джазовый фестиваль и могу сказать, что он очень динамично развивается, начиная с того, что, в принципе, каких уже исполнителей зарубежных к нам привозят. А после того, как привезли Билли Коббэма, Стэнли Джордана, это мировые исполнители просто, ну и так далее, других звезд, я могу сказать, что фестиваль очень динамично развивается. При этом то, что фестиваль начали курировать местные заведения, такие как джаз-бар «Контрабанда», джаз-бар «Синкопа». То есть это очень важно, поскольку, например, музыканты или люди, которые могут в неформальной обстановке пообщаться с музыкантами, либо, может быть, даже с ними поиграть или поджемить. Это тоже, мне кажется, как-то очень развивает джазовый фестиваль, в принципе. То есть это уже какое-то общее дело стало. Ну, мне кажется, вообще выступление на одной сцене с мировыми, не попоюсь этого слова, да, звездами джаза, это уже некий новый уровень для приморских команд. Конечно, конечно. И при этом уровень приморских команд тоже, я заметил, что очень сильно растет, развивается. То есть даже хотя бы численность коллективов джазовых, да, если года два назад там их было раза, может быть, два меньше, то теперь, чтобы попасть на джазовый фестиваль, уже проводили джазовый марафон для того, чтобы каких-то исполнителей, по мнению филармонии, которые, возможно, больше подойдут или не подойдут для выступления, Но это была такая конкурсная, да? Ну, это да, это вроде как конкурсная программа. И при этом все исполнители, которые выступали на джазовом марафоне, очень серьезного уровня на самом деле, и многие из них уже неоднократно до этого выступали на джазовом фестивале. Вы, если я не ошибаюсь, играли на одной площадке с французскими исполнителями? Да, с полуэтрием мы играли. Целых 40 минут импровизации. Практически. Какие впечатления именно от этого выступления? Наверное, волновались. Очень-очень сильно вначале, перед концертом, дико прям волновались. Но когда начали играть уже, в принципе, там, как бы поддержка приморских слушателей нам очень помогла. Очень помогла просто в значительной мере, можно сказать. При этом спасибо огромное, опять же, звукооператору Дмитрию Довиченко, который сделал звук такой, что это был практически, можно сказать, лучший наш концерт за историю группы, поскольку, когда, ну, инструменты, ну, как бы достойного уровня и все вокруг звучит, ты все слышишь, абсолютно все нюансы, все, то есть это, опять же, большая работа звукооператора, большая работа филармонии, вот. И, ну, это помогало нам тоже меньше волноваться, конечно, на сцене. То есть страх сменился, да, удовольствием от этого? Да, конечно же, там все довольно легко прошло, я даже удивился, но... Мы играли немного больше, потому что заявленное время вообще для коллективов было практически в полтора раза меньше, но, в принципе, джазовые композиции, они, ну, времени довольно... Они занимают вообще минимум, там, 5-6 минут, как правило, если не больше, поскольку... Поскольку это импровизация. Импровизация — это некий диалог, а как уложить, например, диалог семи людей, там, в 3 минуты, при этом, когда каждому есть что сказать, наверное, это не так просто. Вот, поэтому играли 40 минут. Поменялось ли что-то после этого выступления, вот именно среди вас, в группе, да, среди музыкантов, может быть, слышали такое мнение, что вот, это действительно новый уровень, мы что-то почувствовали новое, есть такое ощущение? Это очень сложно описать. Я могу вам сказать самый такой приятный момент, это у нас был сразу после выступления на джазовом фестивале был концерт в «Контрабанде», и там, помимо вот нашей основной духовой секции, к нам еще присоединился один духовик Армен, он играл, кажется, на баритон-саксофоне, вот, и, возможно, он еще с нами какие-то концерты поиграет, то есть у нас, с нами поиграл новый музыкант, а это очень приятно, это, наверное, огромное тоже открытие было, и, в принципе, не знаю, изменилось, ну, то, что, в принципе, многим людям понравилось, и я вот даже сделал фото в Instagram, у нас там валяются эти билетики, да, и там сахарный кристалл, там сердечко такое, мне это чертовски приятно видеть на самом деле, вот, ну, поменялось то, что действительно, как бы, это самая большая сцена, на которой мы играли пока, и это совсем другой уровень действительно, и мы долго волновались, осилим мы его или нет, все-таки, видимо, да. А в неформальной обстановке с артистами мировыми удалось, да, пообщаться? Да, конечно. Какие были их отзывы, мнения, может быть, о вашей группе, о Владивостокском джазе в целом? Ну, смотрите, как получилось, в принципе, именно о нашей группе мнений мы не слышали, поскольку в тот день в контрабанде играли, играл коллектив из Южной Кореи, вот, который на следующий день уже был на джазовом фестивале, мы после них играли, вот, и они как раз уже уходили, потому что их концерт немного задержался, и в итоге мы начали позже, и это еще и было после филармонии, конечно, ну, мы там долго начинали, там, вот, играли, вот. Общались, я общался с различными вообще исполнителями, но, в принципе, я не столь хотел узнать именно, что они думают о нашей музыке, сколько вообще в целом о культуре, вообще джаза за рубежом, о некоторых каких-то музыкальных моментах, вот, ну, в принципе, у меня это получилось. А что вы думаете о культуре джаза в разных странах? Потому что страны абсолютно разные, это Япония, Германия, Корея, Польша, Россия, США. Вот, кто может быть ближе для вас по звучанию? Ближе для нас? Тяжело сказать, на самом деле, очень, потому что, в принципе, как в музыкальной культуре, это темперамент каждого человека, который отражается, ну, в музыке непосредственно человека. Ну, из приморских коллективов, наверное, больше всего мне понравился коллектив Антона Аножкина на концерте. Известная команда у нас в городе, замечательно играют ребята. Да, но они очень культурные, и при этом довольно драматично выставили концерт, сыграли, поэтому я считаю, наверное, так. Предлагаю все-таки вернуться к вашему коллективу, коллективу Шубер Кристалл. У вас достаточно большая команда, 7 человек, если не ошибаюсь. На концерте было 7, вообще нас и 9 и больше. Даже больше. Здорово. Расскажите о ваших музыкантах, вообще о группе, как все начиналось, и почему вы выбираете такие нелегкие направления музыкальные? О, это большая, огромная история. Постараюсь ее рассказать как можно более лаконично. Это изначально, в общем, я играл в группе «Самый маленький человек на бас-гитаре». Вообще у меня музыкальное образование по бас-гитаре, я не на пианино заканчивал. Вот, там я играл на бас-гитаре, затем у нас появился... Ну, сначала мы вообще вдвоем с Максимом Будущим, бас-гитарой и голос были. Затем у нас появился гитарист, рок-гитарист, с которым я играл в какой-то команде. Просто нам нужно было записаться за 2 дня до моей армии. Им просто за 2 дня сказали, что я в армию ухожу, нам нужно было быстро что-то записать. И мы у него это все записали, дело. Потом, как оказалось, через 4 месяца в армию я зашел в контакт, все-таки первый раз, и увидел, что наш альбом, оказывается, много кто слушает. Даже из двоих человек хотели концертов, но я был на Камчатке на тот момент. Далее вот гитарист появился, и затем появился непосредственно перкуссионист. Руслан, его позвал Максим. Вот. Ну, Руслана тоже, как бы, очень любит джаз. И мы с ним начали какие-то эксперименты сразу в той группе делать уже. Затем я решил какие-то клавишные попробовать поиграть, что там. Вот. Но затем мы уже начали более сложные размеры использовать какие-то. И, ну, ребятам, другим это не особо понравилось. И в итоге мы как бы подумали и решили, что, ну, они начали более в электронную музыку делать, да, ушли. А мы создали, собственно, вот свой коллектив. Вот. И с нами еще Денис Казаков, скорее черт, в начале играл довольно долгое время. Вот. Затем уже контрабанда очень сильно на нас повлияла, поскольку это был первый джазовый бар, в котором изначально была политика, ты можешь просто прийти и поиграть. Вот просто, ну, а так как у меня как бы не было там ни рояля, мне это была хорошая возможность сделать позаниматься что-то и плюс узнать других музыкантов. Вот там уже Егор Беспалов с нами начал играть, который вот нынче на фестивале с нами играл. И Ростислав Голевец там же, вот, тоже очень хороший трубач. Александр Амелько, это мой старый друг вообще, с музыкального училища еще нынче, это колледж искусств стал. Вот. С восьмого года мы с ним дружим, он просто улетал в Москву, и вот буквально на мой день рождения, практически в мае он вернулся, и теперь он живет здесь, и, естественно, я его сразу же пригласил. Вот он с нами играет. Фархата Исмаилова тоже я довольно давно знаю, мне там как-то с другой его группой было пару концертов, году в десятом. И когда я, ну, думал касаемо ритм секции, я вот его как-то вспомнил и предложил ему поиграть. Он тоже согласился, хотя в свое время в его группе я учил вот эти самые размеры, которые у нас сейчас используются. Вот. Антон Ножкин с нами несколько концертов тоже бывал, отдавал. То есть у вас такой ченчники происходит, да? Вообще абсолютно у нас все меняется вот так вот. Это потому что есть музыкальный диалог, и именно в контрабанде зачастую именно на сцене мы понимали, какие музыканты с нами останутся, а какие нет. То есть зачастую мы даже играли просто вещи, которые абсолютно были не запланированы, и даже, например, я даже играю и не понимаю, что будет через два такта, и это просто шло, и люди слушают, и они идут туда же, или они идут в другую сторону, и ты уже смотришь, идти туда же или идти куда-то еще, и так это все работает. Исходя из нашей беседы, могу сделать некий вывод, что джаз во Владивостоке любят и хотят слушать. Да, да. Очень охотно. Как музыканты хотят его исполнять, так и, я так понимаю, слушателей достаточно. Да, да, действительно. Что касается других направлений, в которых вы играете, достаточно сложные, и не могу сказать, что многие музыканты их выбирают. Расскажите немного о них. В принципе, ноусол, хип-хоп, как говорил один из пианистов, таких значительных, получивших греми, вот нынче один из самых таких известных пианистов современности, именно Роберт Гласпер, что джаз – это отец хип-хопа, потому что и вначале именно, ну, как правило, это все вместе было, просто со временем уже, как бы, появились какие-то ответвления, ответвления в хип-хопе, которые, ну, уже поставили, может быть, под сомнение данное выражение. Наусол, в принципе, да, это все, в принципе, джаз, потому что есть, как бы, в музыке понимание джазовой гармонии, да, которая используется. Вот, то есть это все джаз, только по-своему, мне кажется так. Я сейчас предлагаю сделать небольшую паузу в нашей беседе, мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор о джазе во Владивостоке. Александр, мы немножко затронули эту тему, но, тем не менее, хочется продолжить говорить о джазе, как о полуимпровизационном жанре, потому что это очень интересно, и, я так понимаю, очень сложно. Джаз зачастую не полуимпровизационный, а бывает полностью импровизационный, бывает полуимпровизационный. Самая, наверное, отличительная такая черта, то, что когда играется, в принципе, одно произведение, но оно никогда не звучит как одно и то же, потому что, в принципе, оно все время за счет импровизации как раз-таки звучит по-разному. И разных музыкантов. Да, и разных музыкантов, разных импровизаций, то есть это, опять же, как разные люди так же говорят. Вот. Что еще по поводу импровизации могу сказать? То, что, опять же, импровизация, тогда ты, например, слушаешь произведение, она всегда может тебя удивить, то есть в любой момент может все поменяться настолько, что ты этого не ожидаешь. Даже когда, хотя ты знаешь это вроде произведения, и тут что-то идет не так, и все равно ты такой слушаешь, но это на самом деле так и должно быть. Зачастую так, ну, как бы, слышат, но бывает по-другому. Что еще интересно? Вот знаете, что интересно, вот лично вне, все равно, тем не менее, вы ведь готовитесь к выступлению, правильно? Хоть это и импровизация, это не значит, что музыкант выходит, и просто что-то играет. Просто что-то играет. Как это происходит? Ну, для этого, как правило, существует какая-то ритмическая гармоническая сетка, да, то есть на основе каких-то аккордов, да, которые идут, и на основе вот этой вот гармонической сетки, размера, строится композиция, и, ну, люди уже понимают, ну, в каких тональностях, где им находиться, как им играть. И кто, потому что, например, 7-9 человек, не получится импровизация. Да, да, и, естественно, как бы, да, как-то договариваться, кто после кого, как, ну, и зачастую бывает, что нет, это даже можно не договариваться, а просто, ну, люди сами слышат примерно, кто вот должен сыграть следующий, ну, по динамической, предположим, составляющей, да, и это может произойти даже само просто. Ну, человек начинает играть, все понимают, вот человек все солирует, все, и другие как бы уходят, либо как-то аккомпанируют. То есть вы достаточно много, конечно же, времени уделяете репетициям, несмотря на то, что, я так понимаю, у всех есть работа, какие-то еще увлечения, но, тем не менее, вот как часто вы встречаетесь? Так, репетив большой, поэтому у нас такая есть практика, что мы по группам репетируем, потому что собрать за раз 7 человек, это очень тяжело. Мы репетируем группами, например, одна репетиция у нас там может быть больше на ритм группу, да, там на перкуссию, на барабаны, бас, гармония. Другая, например, репетиция может быть посвящена духовой секции, то есть непосредственно темам в произведениях, то есть соло. Вот, поэтому мы стараемся репетировать группами, и, ну, по-разному, очень по-разному именно происходят репетиции. Бывает, мы репетируем прямо на концертах, тоже такое бывает. Вот сейчас буквально прогремел фильм о Фредди Меркьюри, «Богемская рапсодия». Я бы сказала, что не только о Фредди Меркьюри, а как раз о группе Queen в целом. И вот там одна из тем, которая затронута, мне кажется, и очень здорово, что это показали, что каким бы ты ни был гением, очень важна команда. Конечно. Вот на ваш взгляд. Команда и работа нужна. Это в многих, во многих джазовых учебниках написано, что ваш талант, это в принципе, ну, есть 5-5 процентов, 95 процентов, это непосредственно занятие, работа. И да, команда, конечно же, потому что, ну, как это, невозможно объяснить, это же люди, которые играют, и они все талантливые, и от того, как мы все вместе взаимодействуем, собственно, получается коллектив. Хочется вернуться также к теме джаза во Владивостоке в целом. Что можете сказать еще по этому поводу? Может быть, чего-то не хватает для развития этого направления? Может быть, наоборот, все здорово сейчас? Я могу сказать, что за последние два года очень сильно джаз в Владивостоке вырос. И, в принципе, поскольку есть какие-то позитивные факторы, да, для роста, в принципе, джазовой музыки в Владивостоке, во-первых, это наличие музыкального образования, да, то есть, так как Приморский колледж, академия растет, то есть, я вот сам выпускался, да, через некоторое время я туда заходил, я увидел, ну, благоприятную атмосферу для развития музыкантов. Ведь откуда берется, в принципе, музыка, даже джаз или любая другая? Ну, от музыкантов непосредственно, когда человек может получить профессиональное образование, то есть, оттуда берется джаз. Во-вторых, это наличие площадок концертных для непосредственно исполнения музыки, таких как, ну, вот, джаз-бар «Контрабанда», вот, джаз-бар «Синкопа» недавно открылся, поскольку, ну, где-то ты учишься, да, получаешь какие-то знания, теорию, да, но ведь где-то практика тоже, естественно, ну, требуется, так как мы, ну, у нас коллектив фактически формировался на сцене. То есть, и тут ты уже конкретно опыт получаешь концертный непосредственно, вот. Ну, и в-третьих, конечно, такая вишенка на торте, это все-таки международный джазовый фестиваль, который показывает, в принципе, мировых знаменитостей, ты можешь сам прийти своими глазами, своими ушами увидеть, где-то даже, может быть, с ними поговорить, или даже, может быть, поиграть. То есть, это, я считаю, благоприятнейшая атмосфера для развития этой музыки в нашем регионе. Ни для кого не секрет, что существует тенденция, когда перспективные музыканты собирают вещи, чемоданы и едут в Москву, в Питер, в другие столицы мировые. Но многие также звезды, которые приезжают сюда, не приукрашивая ситуацию, ни в коем случае, абсолютно объективно отмечают то, что Владивосток музыкальный город и очень хорошая база, и даже, может быть, не только база для развития музыкантов. Как считаете вы? Ну, вообще, я, конечно же, так считаю, потому что очень многое растет все-таки новых коллективов, появляется постоянно. Абсолютно, самое главное, что в абсолютно различных жанрах эти коллективы, в принципе, они все близки к джазу, но жанры у всех разные, то есть у всех свое понимание, то есть нет какой-то однотипности, да. Что касается про именно уезжать, не уезжать, нет, я считаю, что все-таки это тоже хороший опыт, то есть если ты выступаешь где-то в других странах, смотришь там, да, то есть у нас тоже там возможно запланированы какие-то там концерты в ближнем зарубежье, там в Китае, предположим. Я имела в виду не просто концерты, безусловно, выезд, это важно, гастроли, это очень здорово, а на совсем уезжать, что здесь некуда разница, ну, есть определенный потолок, да. Понятно, конечно, что он есть по сравнению со столицей, но тем не менее, мне кажется, ситуация не совсем плохая у нас. Да, нет, ситуация очень неплохая, и главное, что эта ситуация развивается, то, что, например, даже джазовый фестиваль, вот возьмем тот же, то, что если раньше это был просто джазовый фестиваль, где была просто возможность выступить местным, привозили кого-то зарубежного, то есть сейчас это уже, как бы, есть какой-то фонд призовой, который, ну, уже непосредственно есть какие-то, могут, например, дать концерт, да, филармонии, то есть это касаемо призов этого фонда для приморских исполнителей, то есть, видимо, этим делом уже стали серьезнее заниматься, то есть это рост. Я правильно понимаю, что для начинающих музыкантов Владивосток – это очень хороший старт и достаточно хороший уровень. Абсолютно, абсолютно. Последний вопрос. Каковы ваши планы? Может быть, можно увидеть ваши клипы музыкальные где-то? Расскажите. Был у нас один концерт, записанный на видео, где у нас бас-гитарист играл на барабанах, я играл на клавишах, и Ростислав, мы втроем играли, бас записали отдельно, а в принципе, в принципе, сейчас, да, думаем, возможно, о записи клипа, и, ну, конечно же, ближайшие эти концерты, уже после джазового фестиваля, знаете, как-то уже все немного поинтереснее. Ну и думаем… Преливы вдохновения. Да, да, возможно. И, ну, думаем вот все-таки о концертах где-то в ближнем зарубежье, возможно, потому что, в принципе, уже многие люди говорят, что есть вот такие возможности. Например, Азия? Да, конечно, Китай тот же. И мне кажется, к слову, Корея, Китай, они достаточно открыты. Да, да, тем более сейчас вот корейские приезжали, да, джазмены тоже, к ними общались, то есть это тоже какой-то был бы культурный обмен, возможно, даже, не знаю. В фестивале также. Да, да, это было бы отлично. Ну, Александр, спасибо вам за этот разговор. Я хочу пожелать вам удачи, развития, творческого вдохновения и, конечно, побольше таких выступлений, как было у вас на джазовом фестивале. Это классный опыт. Спасибо большое за разговор. Я предлагаю, наверное, все-таки показать выступление группы Sugar Crystal нашим телезрителям. Давайте посмотрим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова